Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, публицист и психолог. Леонид Яковлевич, приветствую вас. Добрый день. Традиционно в самом начале видео я хочу поблагодарить вооруженную силу Украины за то, что у меня, находясь в Киеве, есть возможность записывать это интервью. Обращаясь к зрителям, хочу попросить подписаться на фейсбук-страницу Леонида Гозмана, а также на твиттер. Ну и после этого, если вы нас смотрите на портале Фабрика Новый М, подписаться на мой YouTube, ссылку вы найдете в описании. Леонид Яковлевич, начну с нескольких заявлений. Папа Римский Франциск в интервью испанской газете ABC сказал, я не вижу конца в ближайшей перспективе, потому что это глобальная война. Давайте не будем забывать об этом. Арестович тоже на днях сказал, мы понимаем, что через два месяца война не закончится, а еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев. Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов прогнозировал вход украинских военных в Крым весной 23-го и окончание войны в целом в 2023 году. Самый сложный вопрос, но с него и начнем. На ваш взгляд, когда закончится война? Вы знаете, люди, которых вы перечислили, я имею в виду даже не его святящество Папу, а украинских официальных людей, они, конечно, лучше меня понимают, когда может закончиться война. Я могу только надеяться, что она закончится как можно быстрее. Ну и понятно, я надеюсь, что она закончится полной победой Украины и капитуляцией путинского режима. Но когда это случится, я не знаю. Меня немного беспокоят, или много беспокоят, какие-то такие, знаете, психологические тенденции последнего времени. Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин пришел в себя от первого шока, которого он испытал, когда получил по морде от героических защитников Украины. Он пришел в себя от этого шока. Он, как это называется, в России сосредотачивается. Он вот так сосредоточился, и он готов биться до последнего солдата. И вашего и своего, ему без разницы, своих ему не жалко абсолютно точно так же, как ваших. Ему вообще никого не жалко. И думаю, что для него война не стала быть такой легкой прогулкой, а стала чем-то дистанциальным на выживание. Это действительно война за выживание его личного, его режима. И поэтому я думаю, что он бросит все. А меня беспокоит вот что. Меня беспокоит некоторое... То есть, мне же беспокоит, я опасаюсь. Я опасаюсь усталости мира. Знаете, вот есть, ну, очевидно, для любого человека, имеющегося отношение к средствам информации, какой-то, даже читателя, что одна тема не может жить, доминировать постоянно. Ну, всегда вот надо, чтобы... Всегда меняется что-то. Понимание людей переключается, как, знаете, нейроничка глаза, вот, в сетчатке глаза тоже, он не может все время быть напряженным. Изображение так, девица. Так вот, Украина доминирует в мире, в повестке Дня мира уже год. Уже год, потому что оно началось тогда, когда Путина стал совершенствовать свои войска на границах Украины. Год доминирует. Я очень боюсь усталости и появления чего-то другого, ухода Украины на периферию для общественного мнения планеты. Вот, это очень опасно, потому что поддержка Украины, она, в общем-то, стоит Западу кое-чего. Она стоит, причем, знаете, конечно, нельзя сравнивать, там, ну, и кощунственно, совершенно невозможно сравнивать, там, реальное страдание украинцев, да, с тем, что, там, люди приписывают войне с Украиной, то, что у них холодно, ну, стало холоднее в домах в Европе, да, там, поддерживается температура не более, там, какую-то и так далее, да, конечно, это несравнимые вещи. Но это несравнимые вещи, когда вы про это, на это смотрите, как бы, со стороны. А когда это у вас в доме холодно, а вы думаете, что это из-за того, что украинцы чего-то не поделились с Путиным, да, а где-то Украины вы толком не знаете, ну, где-то там, далеко на Востоке, где варвары живут, да, ведь большинство людей неграмотное, понимаете, или малограмотное, вот. А тут выборы скоро будут, всегда, выборы всегда скоро, да, и всегда в демократических странах появляется оппозиция, которая, в том числе демагоги и не демагоги, всякие, которые говорят, все потому, что вот этот кретин, который, значит, сейчас у нас тут канцлером, президентом, премьером и так далее, потому, что он кидает такие безумные бабки в Украину, а нафига нам это надо, а не все ли нам равно, как они с Путиным разберутся и так далее, понимаете, я ужасно этого боюсь, вот, я ужасно этого боюсь, вот. И я вам скажу вот что, вот я, так сказать, я же сейчас, к сожалению, не в России, а в изгнании, я сейчас в Берлине, да, вот. И я был в Берлине последний раз весной, в марте-апреле. Вы знаете, украинских флагов было больше, чем сейчас. Их было больше. Меня ужасно пугает то, что их стало меньше. Понимаете? Это усталость. Кроме того, конечно, есть усталость, и Путин на это рассчитывает, усталость ваших граждан. Потому что, конечно, ему не удалось добиться вот такого, ну, капитуляции варварскими бомбежками городов, как Гитлеру не удалось добиться в 40-м году, когда он бомбил Британские острова. Наоборот. Британцы сплотились. Чешев сказал, мы сломаем хребет, и так случилось. Да? Отлично. Капитуляции не добился. Но усталость может добиться. Понимаете? Я вот если боюсь вещей, я боюсь, что время работает сейчас не на Украине. Понимаете? Да, со временем вам дадут еще систему вооружений, равных которых нет у России и так далее. Но у Путина неисчерпаемый людской ресурс. Ну, как Северн Спойлер Дедов сказал генерал Залужник в своем последнем интервью, да? Он может кидать сотни тысяч людей, а людей ему не жалко. И по заветам сталинских маршалов он может устилать все трупами. Я очень хотел бы, чтобы ваши солдаты освободили Крым как можно скорее. Как противодействовать тому, о чем вы сказали выше? Я про возможную усталость. Что нам надо сделать для того, чтобы это не происходило или происходило меньшими дамками? Ну, вы знаете, усталости противодействовать практически невозможно. Ну, конечно, сейчас будет очень тяжелый период. У вас зима. Да. Вот, кстати, вот не могу не сказать. Знаете, я понимаю, как в Украине относятся к подавляющим условиям, которые относятся к России и к русским. Ну, это понятно. Во время той войны, в Великой Отечественной Оренбург написал «Убей немца». Не фашиста, а немца. И это, в общем, естественно, да, к сожалению. Вот, поэтому, когда я слышу, что хороший русский, мертвый русский, хотя это относится и ко мне тоже, получается, то я, в общем, как бы, так сказать, разумеется, не имею права обижаться на это. Слишком много зла мы там совершили. Моя страна совершила на вашей земле. Но, но, я все это хочу сказать. Вот сейчас вот зима, холод там и так далее. Вот моя знакомая, которая вынуждена была покинуть Россию, она сейчас в Варшаве. Она за неделю, ну, бросила клич, за неделю она собрала 100 тысяч евро. Зовут ее Наталья Шаршукова. Собрала 100 тысяч евро. На эти 100 тысяч евро она закупила эти печки-буржуйки, генераторы, оплатила доставку к вам. И не знаю, в какой ваш город, но в какой-то город, который тоже с жесткими обстрелами находится, доставлен этот груз. Понимаете? Доставлен этот груз. То есть, понимаете, вот есть много русских, которые не просто против этой войны, которые чем могут стараться помогать Украине. все-таки не всегда хороший русский, это мертвый русский. Не всегда это так. Просто помните про это. А теперь, значит, что можно делать? Знаете, вот, что делать с этой усталостью, я, честно говоря, не знаю, но я понимаю, что должна делать ваша пропаганда. Да, это я примерно понимаю. Значит, есть две очень важных вещи. Надо объяснять тем, кто этого не понимает, что эта война не только против Украины, что это война против всей западной цивилизации. И ведь Путин воюет с Украиной, для того, чтобы Украины не было. У него нет другой цели. Он много раз, честно говоря, народ один, язык один, Украину придумал Ленин. А зачем вы на этой земле? Значит, надо, чтобы вас не было. Вот за это идет война. Но это только первый шаг. Я убежден, что это только первый шаг. Вот. Следующий шаг. Он скажет, что мы забираем свое, это, значит, там, Молдову, ну, Беларусь, понятно, но, возможно, завтра аннексирует, значит, бывшие республики Советская, Прибалтики, Балтийские страны, и вообще Варшавский договор. Да? А может, еще и Финляндию надо вернуть. Почему бы и не? Я думаю, что, понимаете, если ему удастся, ну, я надеюсь, что нет, но если вдруг ему удастся победить вас, то он же пойдет дальше, да? И вообще его цель – это уничтожение или подчинение западной цивилизации. Западные политики, западные лидеры – это понимают. Поэтому они помогают вам. Не потому, что они вам сочувствуют. То есть они, наверное, вам сочувствуют, но такая помощь идет не поэтому. Помощь идет потому, что это самооборона для них. Они понимают, что вы просто на передней линии огня, вы сражаетесь за них и так далее. Но это надо объяснять публике. Люди должны это понимать. Что та война, которая сейчас идет в Украине, это не внутренняя разборка Путина с украинцами, которые почему-то не хотят ему подчиняться по упрямости своему, наверное. А это война с Европой. Это война с Америкой. Он напал на западную цивилизацию. Это должны люди понимать. Это одно. И второе. Очень важно для пропаганды, если бы я как-то был связан с вашей пропагандой, то очень важно поддержание ощущения вашей моральной правоты. Вашей такой, ну вот совершенно, ну вот вы в белом должны быть. Понимаете? Вот. Это крайне важная вещь на самом деле. Потому что она тоже, это идентификация с вами и так далее. Путинская пропаганда всячески стремится с этим бороться. У них такая появилась недавняя идея, что украинцы ничуть не лучше русских. Они такие же варвары. Они такие же, так же жестокие. Вот они взяли, расстреляли русских пленных. Ну вот помните эту историю с расстрелом пленных. То ли она была, то ли ее не было. Я не знаю, даже не хочу вдаваться в детали. Более того, я понимаю, что жестокая война и все добавят эксцессы. Ну там я для понимания зрителей должен сказать, что там вопрос не пленных, а там была военная ситуация, когда якобы российские военные хотели сдаться в плен. А на самом деле да. Да, а потом они начали огонь, поэтому там спорная очень ситуация. Это не то, что кто-то сдался в плен. Я знаю. Это ремангерные зрители, я должен был это объяснить. А да, конечно. Конечно, это так. Конечно, это так. Я сейчас вам говорю о том, как это подается российской пропагандой. Значит, русские солдаты хотели сдаться в плен. Украинцы их всех расстреляли. Так, вместо того, чтобы взять в плен. И это идет внутри у нас, внутри России это идет. Понятно, зачем. Ребята, не сдавайтесь в плен. Не сдавайтесь в плен, они вас убьют. Уж лучше вы продолжайте сражаться. Потому что идея сдаться в плен, она, естественно, сейчас построена среди российских солдат. Тут надо нахрена воевать-то. Не знам, за что. Значит, это для российских солдат очень важная история. Так же, как важная история с этим уголовником, которого казнили таким варварским способом вагновцы. Здесь что важно? А как он попал к ним? А это, говорит, украинцы его сдали. Он им сдался в плен, а они его отдали обратно. Вот. Это вот версия, которая у нас идет. Понимаете? А для Запада, для Запада, это другое. Это другое. Украинцы такие же варвары, как русские. Понимаете? Вот это страшная опасность. Это страшная опасность. Если российская пропаганда, путинская пропаганда удастся вот сдвинуть вот эту ситуацию с той, что с одной стороны варвары, дикари, фашисты и так далее, с российской стороны, а с вашей стороны благородные люди и так далее, вот если им удастся сдвинуть эту ситуацию, то это будет очень-очень опасно для Украины. Предельно опасно. Предельно опасно. Поэтому, вот, кстати, вот в истории с этими пленными я бы занимался значительно более активной оппозиции в разъяснении того, что вы сейчас сказали. Что вы сейчас сказали. Но это же, честно говоря, это не очень слышно. Понимаете? Это не очень слышно, к сожалению. Илья Ильич, будем говорить громче. Будем кричать на всех возможных площадках. О финале войны вы сказали, что война и вам так бы хотелось, и по логике закончится победой Украины и падением путинского режима. Вот тут я хотел бы разобрать чуть подробнее. Украина выходит на рубежи, освобождая каждый сантиметр оккупированной земли. Что происходит дальше? Вот как вы видите развитие... Дальше есть развилки. Очень большие. Значит, во-первых, во-первых, я не думаю, чтобы украинские войска пошли дальше вглубь территории России. Я просто не понимаю, нафига это им надо, да? Ну, может быть, ваши вооруженные силы уничтожат какие-то российские базы, склады, ну, просто чтобы не дать возможности в ближайшее время совершить новую атаку, но, так сказать, на Москву ваши войска не пойдут. Я так думаю, да? Просто потому что вам это нафиг не надо, на самом деле, да? И потом... Ну, в общем, не пойдут, да? Значит, вот дальше так. Что? Если, допустим, подписывается мирный договор, что вот, да, все Россия признает вот это все, как-то там, чего-то там гарантирует, целует крестом и так далее, да? Это мир, нет, это перемирие. Это перемирие. Это прекращение огня. Не более того. Потому что путинский режим соберется с силами и пойдет в атаку вновь. Вот это надо понимать. Пока путинский режим существует, мира не будет. Вот, ну, не будет мира, да? Значит, война может закончиться, если говорить об окончании войны на самом деле. Ну, как мы можем говорить, что там в мае, ну, точнее, в сентябре 45-го закончилась Вторая мировая война. Да? Вот она действительно закончилась. Да? Вот, чтобы она действительно закончилась, освобождение ваших земель, в том числе, разумеется, Крыма, является условием необходимым, но недостаточным. В 45-м году был взят Берлин? Что? Я говорю, в 45-м году, если проводить параллели, был взят Берлин все-таки, чтобы произносить капитуляции? Пожалуйста, в 45-м году не только Берлин был взят. В 45-м году был уничтожен Третий Рейх. Государство Адорфа Гитлера было уничтожено. Его не стало. Оно было объявлено преступным. Никакая его структура не работала. Его валюта потеряла, перестала иметь хождение, официально, по крайней мере. Его официальные лица, его властная вертикаль перестала действовать и так далее. Вот что произошло в 45-м. А не просто военная победа. Ну, Берлин взяли, Наполеон тоже Москву взял. И что? А в конце концов проиграл. То есть, нет-нет, это куда более серьезно. И вот это должно произойти. Теперь, как это может произойти, при том, что, разумеется, Москву не то оккупировать не будет, никому это 300 лет не надо. Понятно, да? Вот. Дальше, вот после вашего войска освобождают Крым. Надеюсь, что это случится в обозримом будущем, тогда возможны развилки. Первый вариант очень страшный, на самом деле. Если в последний период войны фронт рухнет, и солдаты побегут, не просто будут отступать более-менее организованно, как это было под Херсоном, когда российские солдаты покинули Херсон, более-менее в боевых порядках. Там были элементы хаоса, были, они всегда есть в любой войне, в общем, это было организованное отступление достаточно. Надо отдать должное генералу Суравикину, он это сделал, действительно. А вот под Харьковом, говорят, в Харьковской области, говорят, было бегство наших войск. В общем, если наши войска побегут, если фронт рухнет, то вместе с этим может рухнуть российское государство вообще. Ну, что значит рухнуть государство? Оно хреновое, оно, мне так сказать, вообще не государство, а мафия и так далее, но все-таки есть некая властная вертикаль, какие приказы выполняются, кнопки нажимаются и так далее. Финансовые потоки, танки двигаются, а вот все рухнет, приказы перестанут выполняться. У нас было такое два раза в истории империи. Один раз в последние дни Горбачева, когда Михаил Сергеевич еще сидел в Кремле, еще все структуры были официально работали, флаг развивался Советского Союза, он подписывал указы, на эти указы никто не обращал внимания. Собственно, это второй раз. А первый раз в новой русской истории это было в 1917, когда государь-император подписал отречение и его стали называть бывшей целью. И в том и в другом случае были структуры, которые подхватили падающую власть. При царе это было после отречения государя, это была Государственная Дума, которая обладала легитимностью в глазах людей. Она не для этого избиралась, чтобы быть верховной властью, но в этот момент она взяла на себя верховную власть и в общем несколько месяцев она удерживала страну полного хаоса. А в случае с Горбачевым это властные структуры бывших союзных республик. Новая власть в Балтийских странах, команда Ельцина, протократия в Средней Азии, ну и так далее. Сейчас такого нет. Поэтому если рухнет российское государство, никто нет структуры, которая может взять власть и начнется война каждого против всех. Частные армии будут выводить друг с другом, каждый автомат будет, хозяин до куда автомат достреливает. Региональные армии возникнут и так далее. Они зальют страну кровью и гражданская война начала 20-го будет игрой в песочницу. Это страшный совершенно сценарий, который на самом деле очень и очень вероятен. Есть немножко более мягкий сценарий. Это дворцовый переворот. Дело в том, что легитимность Владимира Владимировича стоит на значительной степени на том, что для верхней тысячи, или там верхней десяти тысяч, кто их считал, значит, он такой решал, он в его кабинете все решается. Он всех мерит, разводит, распределяет вот тебе вот это, тебе вот это, ну и так далее. Но для этого он должен быть крутой, он не должен ошибаться, а он завел их, понимаете, ну, не только вас всех, нас, понятно, он завел их в полную задницу, понимаете, их тоже, да, когда он начинал войну, они же были не в восторге. Вспомните заседание Совета Безопасности публичное, этот позор, да, а потом, когда он якобы присоединял эти четыре территории к России, да, то, значит, показывали зал, кремлевский зал, где все это происходило. Самое интересное, это смотреть за залом. Я много раз был на выступлениях Владимира Владимировича, всегда не столько его слушал, сколько смотрел, как мои соседи реагируют на его слова. Это ужасно интересно всегда. Так вот, в этом зале не было, кроме Акадырова, еще какого-то кретина, забыл фамилию, который сказал, сейчас все разграмим, как будет все прекрасно, счастливых лиц не было. Понимаете, они такими мрачными там сидели, все понимали, что все хреново, да, но они надеялись, что он все-таки выиграет, а он не выиграл. А если он не выиграл, то Акелл промахнулся, да, а тогда нафига Акеллу нужен, понимаете, они вот к нему прийти и сказать, ну, Владимир Владимирович, ну, так случилось, вот давай там ты на почетную пенсию, там, отец нации, ля-ля-ля-ля, мы поставим кого-то другого, трусливого, ничтожного, ну, чтобы он не стал Такаевым, чтобы он не кинул тебя, как Такаев, кинул Назарбаева, да, вот, но все-таки вот попробуем, попробуем идти так. Такой шанс есть. Кто может быть этим послушным, не Такаевым? Ой, ну, вы знаете, там ничтожесть-то навалом, мы всех по именам-то не знаем, понимаете, но у нас был период, когда исполняющим обязанности президента был Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, прекрасный человек, выдающийся интеллектуальных качеств, все знаете, вот, и моральных также. Я не думаю, что бы второй раз поставили, есть некие такие бытовые, что ли, устройства, которые используются один раз, вот, а второй раз не используются обычно. Я думаю, что его тоже второй раз используются уже нельзя, но найдут, какого-нибудь используется, их там навалом, это же отрицательный отбор, там такое вообще, есть такое ничтожество, словно, наверх. Про Беларусь несколько слов хочу с вами проговорить. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Инаев считает, что в ходе визита Путина в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины, в том числе и на суше. Итак, Путин в Минске что будет делать, на что будет уговаривать Лукашенко, будет ли это окончательный момент слияния, ну и в чем вот еще знаковость самого визита, ранее Лукашенко ездил все время на поклон к Путину, будь то в Москву, либо другой город, сейчас, видите, Путин с Шойгу едет к Лукашенко. Вы знаете, меня очень беспокоит этот визит, очень сильно, потому что, как вы справедливо сказали, все время Александр Григорьевич Лукашенко ездил к Владимиру Владимировичу и стоял там на задних лапках и просил еще маленько подсобить деньгами, войсками, там еще чем-то. Вот. То, что Владимир Владимирович едет к нему, я боюсь, значит, ну есть как бы две версии, одна версия, что это последняя попытка его уговорить, да, ну как, когда Брежнев встречался с чешскими руководителями в Чернина, Тиссой, и пытался их уговорить сдаться, а после этого уже оккупировал Чехословакию, когда не получилось, да, вот, что это вот последняя попытка Путина. Но что-то мне не верится, я опасаюсь, я буду счастлив ошибиться, что он ездит не для того, чтобы уговаривать Лукашенко, что он его уже уговорил, что он ездит для торжественного какого-то объявления, продвижения Союза там и так далее. Теперь учтите, ведь это он в Минске 19 декабря, 22 декабря, 22 декабря, 100 лет создания Советского Союза. Ему бы очень хотелось, особенно на фоне поражения в Украине, ему бы очень хотелось что-то вот принести на блюде и сказать, вот, теперь вот, через 100 лет мы восстанавливаем то, что мы потеряли, мы забираем обратно свое, как мы же, мы же ни на что не нападаем, только свое забираем, уже известно. Вот, я боюсь, что речь идет об аннексии Беларуси. Вот, просто об аннексии Беларуси. Ну и, конечно, о прямом участии в войне. Я буду счастлив ошибиться. Министр просвещения России Сергей Кравцов принял участие в голосовании относительно названия для нового движения детей и молодежи. Он рассказал журналистам, что отдал голос за вариант пионеры. Леонид Яковлевич, что все-таки Путин строит? Он пытается воссоздать СССР или некое подобие Российской империи? Но уж очень много вот этих сходных символов и знаков, и гимн тот же, и видите, сейчас молодежь будет в красных галстуках вновь ходить. Ну, гимн тот же, а герб двуглавый орел имперский, да, так что он воссоздает, нет, он не пытается воссоздать Советский Союз, это не то, что он, знаете, так смотрит, вот так, вот Советский Союз был, это мы сделали, это мы еще не сделали, вот это мы сделаем завтра и восстановим вот по некой модельке, да, вот как конструкцию собирают, нет, это не так, он восстанавливает все хорошее, уничтожает все плохое, хорошее, это когда ходят в строем, ходят в строем, это хорошо, но если на такие углы, ничего в строем-то не ходят, действительно, вот, поэтому пионеры в этом смысле это хорошо, а аналогов пионеров в имперской России вроде бы и не было такого движения, императоры, они как-то вот не догадались, что надо всех детей построить, солдатский строй, значит, и что-то с ними делать, вот, зато при империи были уроки закона Божьего, хорошо, хорошо, да, в основном уроки закона Божьего, там и так далее, просто у него есть некое представление о том, что вот о хорошей жизни, да, о хорошей, о правильном устроении государства, это тоталитарное государство, и вот он пытается устроить тоталитарное государство со всякими там прибамбасами советскими, российскими, германскими, такими лучше. Но вот то, что Кравцов вот так проголосовал и сказал это, его сейчас, кстати, абсанкционные списки повел внести, а знаете, это очень огорчително, по-человечески огорчително. Понимаете, Сергей Кравцов человек, который был, ну, выглядел по крайней мере вполне таким нормальным, разумным, либеральным человеком. Ну, вполне, ей-богу, да, у него хорошие проекты были, очень разумные, он нормальных людей поддерживал, я просто это знаю, да. И вот, ну, это, конечно, не так демонстративно, ужасно, как с Лавровым, который когда-то был умный, уважаемый дипломат, реально был умный, уважаемый дипломат. Я с ним познакомился, он уже ясен, он меня вряд ли помнит даже, но он был, когда руководителем нашей российской миссии в ООН. И, ну, там были некие мероприятия, в которых я принимал участие, и там у него был обед в таком достаточно узком кругу, где там я тоже попал за стол. Вот, и он был очарователен, интеллигентен, вообще выражительный совершенно был человек, но это было одно, Гитлер тоже говорят, очаровывал, да и Лупашенко. А вот более важно то, что дипломаты из многих стран, когда мне говорили, какой у вас классный мужик, возглавляет представительство, Лавров, да, и вот что с ним стало, да, и сейчас мы видим Кравцов, понимаете, который вдруг, значит, ахинею несет, да, служение злу приводит на деградацию, понимаете, вот служение злу, это вот портрет Дариана Грея, ты видишь деградацию на человеке, в этом смысле вот Кравцов меня просто по-человечески огорчает, мы не знакомы с ним, мы не знакомы с ним, мы даже не встречались ни разу, вот, но, ну это, ну на это грустно смотреть, на то, что происходит с людьми. Леонид Яковлевич, я буду вас благодарить, спасибо большое за... Вам спасибо. Интересный, содержательный разговор, зрителям еще раз напомню о том, что надо подписаться на фейсбук-страницу Леонида Гвозмана и на твиттер, и если вы нас смотрите на платформе Фабрика Новым, то в описании вы найдете ссылку на мой персональный ютуб. Спасибо большое, зрители, берегите себя и своих близких, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова